Российские пропагандисты продолжают призывать уничтожать украинский народ. Рупор Кремля Владимир Соловьев в своей пропагандистской программе открыто говорит о том, что все без исключения жители Украины совсем не братья, а враги. И жалеть здесь некого. Не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры воспринимаются ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам брать, уже здесь. Они нашли способ перейти границу, они покинули. Пропагандист призывает приграничное с Россией украинской региона стирать с лица земли. Не должно быть иллюзий. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить. Идею уничтожения Харькова поддержал депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Луговой. Ну им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не жизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. В ночь на 22 марта Россия массировано атаковала Украину более 150 дронами и ракетами, в том числе баллистическими и крылатыми. Силы ПВО уничтожили 92 цели. Это крупнейшая атака с начала года. Под ударами была вся Украина. Россияне целились по энергетической инфраструктуре. Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, тогда целью российской атаки по Украине был тотальный блэкаут. На данный момент, по его словам, Харьковская область имеет наибольший масштаб разрушений на объектах генерации и передачи энергии. Тогда в результате более 15 ударов по объектам энергетики Харьков фактически полностью был без света. 22 марта оккупанты нанесли ракетные удары и по Запорожью. Тогда россияне ударили по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской ГЭС. Там возник пожар, движение поплотнений ограничили. А в Кривом Роге были попадания в объекты критической инфраструктуры. После этого 25 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, фиксировали масштабные разрушения.